Привет, друзья! Сегодня у меня вареники. Вареники с капустой. Чаще всего я готовлю это блюдо с квашеной, слегка обжаренной капустой, иногда с тушеной или с запеченной. Тоже вкусно. Но сейчас я капусту не буду ни жарить, ни тушить, ни запекать. Все намного проще и при этом очень вкусно. Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе моих новинок. Итак, начинка. Молодую капусту нарезаю тонкой соломкой. Капусты нужно примерно 500 грамм. Включаю чайник и заливаю капусту кипятком. Оставляю минут на 15-20. В это время на небольшом количестве растительного масла обжариваю мелко нарезанный лук. Затем добавляю к луку натертую морковь и жарю еще минут 5. Капусту отсаживаю. Можно слегка отжать, чтобы начинка не получилась слишком влажной. Добавляю к капусте обжаренный лук с морковью, соль по вкусу и черный перец. Хорошо перемешиваю и отставляю, чтобы начинка полностью остыла. Теперь тесто. Приготовлю свое любимое заварное. Просеиваю в чашу миксера 3 полных стакана муки. Устанавливаю в чашу. В отдельную емкость взбиваю яйцо. Сюда же пол чайной ложки соли и 3 столовых ложки растительного масла. Перемешиваю и добавляю эту смесь к муке. Включаю миксер на минимальную скорость. И через несколько секунд добавляю кипяток. 1 стакан, слегка не полный. Здесь нужен именно кипяток. Только вода закипела сразу в тесто. Размер стакана обычно использую 250 мл. Но здесь очень важно именно соблюдать пропорции. Каким стаканом отмеряю муку, таким же и кипяток. Через минуту тесто готово. Вот такое оно получается. Мягкое, тепленькое и совсем не липнет к рукам. Люблю это тесто за то, что муки больше подсыпать не нужно. Оно ни к чему не прилипает. Одно удовольствие с таким тестом работать. Отрезаю. Формирую вот такую колбаску. Нарезаю на кусочки. Раскатываю. И леплю вареники. Конечно, тесто для этих вареников и другое можно приготовить. Замесить его можно и руками. По ссылочке в описании смотрите еще два рецепта теста для пельменей и вареников. И там же я сравниваю три вида теста. Вода у меня уже закипела. Подсаливаю ее немного. И опускаю вареники. С момента закипания варю примерно 5 минут. Смешиваю с обжаренным на растительном масле луком. Нам так нравится больше всего. Но можно и со сливочным маслом подавать. Кто как любит. Вот такие вареники у меня сегодня получились. Мягкое и очень вкусное тесто. С ароматной начинкой из молодой капусты. Ну как от этого можно отказаться? Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши отзывы об этом рецепте. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете. И готовите вместе со мной.